Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims, выпуск номер 162, и сегодня в выпуске. Последнее время мы с вами испытываем огромное количество переживаний. Нервный срыв уже как стабильное состояние нашего организма, и мы почему-то начинаем к нему привыкать. В попытках избавиться от этого стресса, лично я упал в дикую прокрастинацию. И вместо того, чтобы взять себя в руки и работать, я могу целыми днями лежать на диване и просто листать социальные сети. И так хочется взять себя в руки, но почему-то не получается. В наше время очень важно найти человека, который поможет разобраться вам в своих переживаниях. А самое главное, чтобы он был специалистом в этом деле. И в этом вам поможет сервис Ясно. Сервис Ясно работает с 2017 года и является самым крупным сервисом онлайн-психотерапии. За это время на платформе работает больше 2900 специалистов, а также свыше 170 тысяч человек, которые уже прошли или проходят консультации со специалистами на сервисе Ясно. У сервиса Ясно большое количество специалистов в той или иной категории, для того, чтобы вы смогли четко определиться, о чем вы хотели бы поговорить. Совсем недавно, благодаря сервису Ясно, я прошел консультацию. И я, наверное, был один из тех людей, который говорил, да у меня все хорошо, у меня все стабильно, у меня все классно и замечательно. Но оказалось немного не так. Оказывается, что даже какие-то мелкие, незначительные ситуации в жизни оказывают довольно значительное влияние в совокупности и вместе на наше с вами эмоциональное состояние в целом. И пообщавшись с специалистом, конечно, не за одну консультацию все это делается, но мне стало чуточку ясно, в каком направлении и как двигаться дальше. И я понимаю, что для того, чтобы решить все свои внутренние переживания, в особенности на фоне дикого эмоциональных постоянных переживаний, нужно найти того человека, с которым вы хотите пообщаться. И как показала моя практика, друзья это круто, это хорошо, но всегда должен быть трезвый взгляд на ситуацию. Потому что когда вы общаетесь с друзьями, они ваши друзья, они всегда вас поддерживают, они всегда вас ободрят, а специалист смотрит на все максимально холодным взглядом и говорит вам те или иные слова, для того, чтобы вы самостоятельно смогли найти выход в той или иной ситуации с максимально холодным взглядом. И это очень здорово. И также сервис Ясно дарит 20% скидку по промокоду GIVELY, так что перейдите по ссылке в описании и находите нужного вам специалиста. Выход нового трейлера к дополнению Жизненный путь, а также слили музыку из пятой части игры The Sims и многое другое. Разработчики делятся интересными кадрами из предстоящего дополнения Жизненный путь у себя в Твиттере, от настольных игр до новых музыкальных инструментов, так что давайте поподробнее. Чуть ли не каждый день разработчики делятся у себя в Твиттере интересными кадрами из предстоящего дополнения Жизненный путь. И вот что они показали на этой неделе. Сухой фонтан, за которым играют тоддлер, пенсионеры, играющие в пазлы и на заднем фоне у них красуется новая пианино. И еще куча, куча интересных кадров, которые вы прямо сейчас наблюдаете на своих экранах, потому что они их публикуют прямо сейчас, пока я записываю это видео. Так что приятного просмотра, как говорится. Я, конечно же, взволнован данным дополнением и очень жду от этого дополнения именно поиграть самостоятельно. Пощупать, потыкать, поизучать, посмотреть на нововведения и так далее. Потому что первый трейлер и второй трейлер меня не особо впечатлили, но я жду именно сам геймплей и просмотреть и поиграть самостоятельно. Вот такие дела. Собирать мозаику со своим бабушкой или дедушкой, а также играть на пианино, помимо синтезатора, который уже и так давно есть в игре, это очень круто. И разумеется, стандартная обычная пианино уже давно напрашивалась в Sims 4, и его многие просили. И вот, наконец-таки, дополнение «Жизненный путь» приносит это самое пианино к нам в игру. Project Rene, или как его принято уже называть, Sims 5 продолжает будоражить умы и весь интернет. И вот, на прошедшей неделе в интернет утекла музыка из пятой части игры за Sims. Так что, давайте поподробнее. Игроки, тестирующие ранний доступ к Project Rene, опубликовали в интернет музыку, которую обнаружили в этом проекте. Таким образом, в сеть попало три мелодии, две из которых довольно длинные и третья очень-очень короткая. Включаю её фрагменты, ну а целиком мелодию можете послушать по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Послушав все три мелодии, ссылки на которые будут в описании, у меня сложилось впечатление, что разработчики для пятой части игры за Sims реально приносят что-то свежее и классное. А последняя, третья мелодия, которая очень коротенькая, напоминает мне какую-то квинтэссенцию между музыкой из первой части игры и музыкой из третьей части игры за Sims. И звучит она потрясающе. Мне безумно понравилось, и я уже, наверное, где-то себе в указе представил, как под эти мелодии мы уже совсем скоро будем создавать своими персонажей. Ну не то чтобы совсем скоро, но в ближайшие несколько лет, наверное, точно. А может и нет. Даты выхода-то ещё нет. Ну а вы пишите в комментариях, как вам музыка из пятой части игры за Sims. Наконец-то мы помимо футажей, какого-то обрывка города, услышали ещё что-то новое. Это музыка. Потому что музыка всегда являлась неотъемлемой частью игры за Sims. И у всех при напевании «Тара-тара-тара» сразу вспоминается Sims 2 или Sims 3. Ну, Sims 4 совсем другой мотив немножко, но не суть. Ту-ту-ту-тун. Ту-ту-тун. Ту-ту-тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-тун. Выход второго трейлера по дополнению «Жизненный путь» состоялся. Реакцию и обзор этого трейлера вы можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу или просто зайти на канал и глянуть одно из последних видео. Сразу же после выхода этого трейлера в твиттере начался конкретный его разбор до малейших деталей. И вот что заметили игроки. Начиная от растяжек на теле персонажей и огромному количеству новых родинок, заканчивая новым подъездным тротуаром к участкам для автомобилей. Многие игроки заметили, что дороги стали чуть ближе к домам, а у тротуаров на уровне участка появился заезд для того, чтобы заезжать, например, на машине. Означает ли это и является ли это намеком на будущий контент в Sims 4? И означает ли он то, что в ближайшее время игроки представят автомобили в Sims 4 или же нет? Щепетильная тема, касаемая автомобилей, потому что лично я уже не особо жду их в Sims 4. Да, и, наверное, они не особо там и нужны будут. Но вот такие вот подъезды к участку навевают интересные мысли. А что если уже прямо сейчас разработчики работают над этим? И уже совсем скоро, возможно, в этом году, либо в следующем, мы с вами и увидим автомобили в Sims 4. Но только вот как они будут реализованы, непонятно. Потому что в том же Sims Mobile уже давно присутствуют ворота для гаража. А в Sims 4 так до сих пор они и не пришли. Очень-очень обидно. Но нам лишь только остается гадать, придут автомобили в Sims 4, либо вообще не придут никогда в Sims 4. Вот как-то так. Ну а я хочу вам напомнить, что совсем скоро выходит новое дополнение «Жизненный путь». И о том, как его приобрести в данный момент, вы можете узнать в моей группе ВКонтакте. А если бы точнее, то в подписке для спонсоров. Там довольно большое количество инструкций для того, где покупать дополнения, игровые наборы, каталоги, комплекты и так далее. Поэтому можете поддержать группу и канал маленьким донатом от 50 рублей. Ссылка на группу есть в описании. И также получить инструкцию о том, где и как приобретать новое дополнение. Ну а теперь наша постоянная рубрика новости одной строкой. Помните джакузи в виде сердца из Sims 2? Или красивую виброкровать для занятия в уху? Теперь это возможно и в Sims 4. Автор под ником SIGSAMCC создал новый комплект с более 30 новых предметов в Sims 4. Ознакомиться с ним вы сможете по ссылке в описании. Но выглядит он просто потрясающе. Та самая джакузи и та самая кровать теперь есть у вас в Sims 4. Ну а это были все самые свежие новости из мира за Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх. Также подписаться на канал, дабы не выпускать всю самую свежую и интересную информацию. Тем более, что в ближайшее время ее будет очень много. На секундочку, скоро трансляция с разработчиками. И о ней вы сможете прочитать в группе ВКонтакте, либо во вкладке сообщества на канале. Ну и разумеется в видосах расскажу чуть позже. Ну а я вас всех безумно люблю. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, дабы не выпускать всю самую свежую и интересную информацию. С вами был Сергей Кмолхобогил. И всех безумно люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. У меня прилипли ляжки к креслу. Господи, о. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok